на днях нам пришлось наблюдать в бане кошелева на симбирской улице следующую сцену писала самом начале двадцатого столетия самарская газета в баню явился некий господин и стал требовать чтобы его сейчас же впустили в номер 3 на отказ хозяина сделать это он начал стучать кулаками ругаться и кричать что он илларион осташев пришлось хозяину обратиться полицейскую часть и пожаловаться на действия буяна несовместимые со званием добропорядочного господина истопила мама баньку баньку на руки взяла через все сугробы паньку мама в баньку понесла улица симбирская на которой мы с никогда не было центральной и порядки и нравы здесь царили самые самые разные например проходя по этой улице всегда можно было полюбоваться на десятки обнаженных тел в окнах бани кошелева которые никогда и ничем не занавешивались нелепые порядки царят в бане на симбирской улице писала самарская газета тогда как в америке санитарный департамент штрафует на тысячу рублей за каждый плевок на пол в бане на симбирской даже в дворянском отделении все подстилки заплеваны и закиданы окурками что же говорить о простонародных отделениях где грязь на полу вершок толщиною между тем а выносить тазы в раздевалью а для обмытки ног строго-настрого запрещается в результате посетители брони вынуждены надевать носки на грязные ноги рискуя принести а домой какую-нибудь заразу но моющиеся это что от них ни жарко ни холодно а вот безобразничающие это совсем другое дело и когда-то здесь на симбирской улице этих самых безобразников тоже хватало заглядывали они например вот сюда в пивную на углу симбирской и садовый которая часто фигурировала в криминальной хронике так а в ноябре 1901 года в эту пивную а заглянула служащая в пекарне мещанка корытина но стоило ей заказать кружку пива как ее столику подсел находившийся здесь же в пивной горчичник который сделал ей ну очень гадкое предложение получив отказ горчичник стал распускать руки в результате в это дело пришлось вмешаться городовому нет что не говори о тихой эту улице никогда не была тут и буян и лырион осташев и безобразничающие горчичники и еще многое другое оказалось бы симбирской улица совсем не буянская и не горчичная вот и ведь после этого в название а вот в июне 1913 года проживающая на углу синной и симбирской улиц в доме номер 125 жена канцелярского чиновника шилова заявила о краже у нее из незапертого двора курицы по подозрению в этой краже были задержаны мещане василий михаил и яков захаровы которые виновным себя не признали но были тем не менее уличены свидетельскими показаниями и привлечены законной ответственности но мы тем временем перенесемся еще на несколько лет вперед в самое начало двадцатых и дадим слово эдуарду кондратову и его роману жестокий год в половине 12 ночи возле дома на симбирской улице остановилась пролетка из нее выскочили а двое в кожаных фуражках и куртках которые своими жесткими складочками блестели в молочном свете луны они легко перемахнули через забор и скрылись в глубине двора через некоторое время щелкнул запор калитки и двое в кожаных куртках вывели на приступку низкую старушку и долговязого лохмача в кальсонах и тотчас из пролетки вылезли еще трое и все они скрылись за дверью гулки и удары стука раздробили тишину давно спящего квартала и вот наконец скрипнула половица и за дверью появилась тонкая полоска света дверь чуть-чуть приотворилась за ней стоял человек в ночной рубашке со свечой в дрожащей руке другой руке он сжимал охотничье ружье кто там спросил человек за дверью срывающимся голосом откройте чека приказал властный голос снаружи пальцы старика разжались и ружье звякнуло об пол он подошел к двери и посмотрел смотровой глазок но ничего не увидел глазок закрывала грудь человека в кожные куртки господи прошептал старик сейчас минуточку сейчас открою на документик бы только ваш взглянуть оставим пока пролетку на симбирской улице и до смерти перепуганного старика у двери а сами снова вернемся в баню кошлево на той же самой симбирской улице откуда 8 июля 1913 года в половине 11 утра в земский арестный дом городовые араткин беляев савушкин фирсов и яковлев вывели трех арестантов дмитрия жданова александра горишнова и сергей рассохина процессия спокойно следовал себе сначала по симбирской потом по александровской улице пока на углу александровской соборной двое из арестантов жданов и горишнов улучив удобный момент не бросились бежать в разные стороны скрывшись во дворах и оставив городовых с носом несмотря на все принятые меры задержать бежавших так и не удалось черкнула спичка рука с темными корчавыми волосиками поднесла голоску удостоверение сотрудника чека понятые подтвердите раздался голос где-то в темноте послышалась тепловатая скороговорка я это михаил лукич сосед ваш васька свиридов нас все тиманей назначили свидетели что ли здесь я здесь михаил лукич раздался из темноты и старушечий голос хозяин за дверью быстро быстро а закрестился закрыл глаза и снял цепочку дверь распахнулась отбросив старика к стене за приоткрытой дверью в горницу виднелась резная мебель животастый комод и большой кряжистый стол на столе письменный прибор с подсвечниками в виде дев полуприкрытых простынками у окна стоял фикус в горшке вслед за людьми в кожаных куртках понятые тоже прошли в сене а затем в горницу на улице остался только один человек который сел в коляску и причмокнул лошади копыта зацокали по мостовой но вскоре все стихло и снова наступила тишина а мы между тем возвращаемся из года жестокого изображенного в своем романе эдуардом кондратовым в годы мирные и солнечные но и там увы тоже находим много разного и неоднозначного так например 23 августа 1913 года около пяти часов утра на углу полевой продольной и симбирской улиц был обнаружен повесившимся на заборе крестьянин села назакина симбирской губернии михаил петров сафонов 28 лет служащий рабочим на жигулевском пивовареном заводе причину этого самоубийства выяснить так и не удалось после покойного остались жена и трое малолетних детей а вот та самая а злополучная баня о которой мы вам уже рассказывали находилась когда-то неподалеку вот отсюда на симбирской улице между троицкой и самарской это туда спешили самарцы думая о том как они сейчас помоются и похлещут себя березовыми венчиками чтобы не болеть больше никакими хворями и это в ней в этой бане произошел тот самый анекдотический случай о котором рассказала самарская газета 120 лет тому назад героем этой банной истории стал самарский мещанин агей орехевич семенов который зашел в эту баню около пяти часов вечера в марте 1902 года раздевшись он сложил свои вещи в ящик для хранения белья запер его а вот ключ то с собой не взял забыл минут через десять он вышел в предбанник и начал разыскивать пропавший ключ который к этому времени уже успел забрать банный служитель но на просьбу семенова отдать ему ключ он услышал отказ мол у нас тут другие порядки ключ мы вам вернем но через пять часов и как не уговаривал семенов банщиков обещая перечислить все свои вещи подробных описать в ответ он слышал один только отказ при этом банная прислуга вела себя грубо и пренебрежительно и свои вещи несчастный смог забрать только благодаря настойчивости находившийся в банном отделении публики из бани чистый но униженный и оскорбленный семенов отправился прямиком в полицейское отделение где подробно описал свое банное приключение вот пришла из баньки панька села около стола говорит сегодня банька шибко жаркая была с вами был михаил перепелкин